Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Привет! Привет, привет, привет! Вот мы и появились. У нас сегодня селедка под шубой. Смотрите, какая ютубовская. Ну-ка еще повыше чуть-чуть. О, стрелочка. О, видно, да? Вот. Стрелочка хода. Думали, мы думали, а не покушать нам вредности. И придумали, да. Решили вредности мы покушать. Праздник хочется души. Это не говори-ка. А праздник это селедка под шубой. Да. Так что присоединяйтесь, давайте будем кушать. Делайте, как мы. Как вы? Да. А еще у нас там хлеб, видите? Скоро хлеба, который посвежит. Какой посвежее? Который сверху, конечно. Тот посвежее. Ты что, к свеженьким? Ты любишь ты. И то вчерашний. Да. Ну, а мы для аппетита. Что у тебя там? Стапо-рамен чего-то. Старо-пра-пра-мен. Старо-пра-мен. Ну, давай-давай. Ну. Ну, как? Что тут у нас? Ой. Чего? Зачем тарелка? Кули оттуда. Я хотела на тарелке, а что-то я не знаю. Я люблю слоями есть. Ну, и ешь свои слои. А мы без слоев. Там это, мы кашей. Ой, что-то у меня не получается, что-то брать все. Да сейчас мы вон камеру настраивали. И свет. И что-то у нас свет какой-то стал темный. И не поймем, в чем дело. Ой, не поймем. Перенервничали. Не надо нервничать. Из-за этого. Да ладно, был бы из-за чего. Ну, все равно. Глупость. Так. А мы начнем вот как. Накладывать. Ой. Посмотрите только. С ума сойти. Вы поглядите, какая мясистость. Ой. Ой. С ума сойти. Ты прям и вот это берешь, чтобы аккуратненько все было. Ну, сами понимаете, не всегда слоями все получается. Поскольку я любитель селедки, так что мои слои селедочные всегда. Так что, извините, не очень красиво. Я сейчас покажу им, сколько ты взял-то. Видите? Я тебя сейчас разверну в ту сторону. Тут ведь следеет за всем. Вот. Отдел-то. Попробовал. Не могу. Вот, считает. Видите? Да не считаю. Ну, а мы добавим немножко вредностей. Ну, ладно. Тут что страшного? Иногда можно. С твоей что-то странно так вот цеплять. Господи, ешь с своей. У нас тут границы же отмерили. Ты что? Ты что-то такой. Я прям даже не знаю, как мне и есть-то. Я что-то растерялась вообще. Вообще, что-то какая-то не такая. Нечего есть. Плохо. Еще есть. Не знаю, с какой стороны. Ну, бывает так. Так, ты чего сегодня? Давай-ка. Я что-то вообще какая-то не такая. Что-то со мной не то. Надо быть такой. А не такой. Что-то со мной не то. Ой. Не думай об этом. Оп-оп-оп-оп. Ну, ладно. Пока ты тут опаешь. А мы начнем кушать. С телезрителями. Вон, тебе еще селедки сейчас дам. Давай. Я люблю. Что-то правда. У меня что-то сегодня все валится. Все летит. Что-то день какой-то немой. Да ладно. Ну, не знаю. Что-то не то. Что не то? Все то. Больше позитивщика. Либо-то вот так вот. Крути, как крути. Крути, крути. Ты симпатичнее, что было. Там и водка. Вот так. Надо бумажечки есть. Нет. Что-то не то. Все знаете почему? У меня телефон. Мой телефончик любимый. Мой любимый телефончик накрылся. Она немножко в трансе. Я расстроилась. Такой хороший был. Что с ним случилось, он вообще не заряжается у меня. Заряд идет. И все. Заряд не идет. Ну, то есть. И поэтому. И поэтому. Ну. Я переживала-переживала. Два дня изучала телефоны. Я, честно говоря, хотела себе в пределах 5-6 тысяч. Ну, телефончик, смартфончик. Думаю, мне вот так вот хватит. Стала изучать эти телефоны все. Сейчас в настоящее время оказывается бюджетом считается до 15 тысяч. То есть 10-15 тысяч, это бюджет. А ты захотела. А я захотела. А я захотела за 5. Сейчас. И просто у меня этот телефон уже сколько? 4 года где-то. Брали мы его. Около 7 он был. 7600. 7600? Вот. В итоге моих долгих выборов я сделала выбор. Вот такой. Да, не видно, наверное, модель. Вот, посмотрите. Такой телефончик взяла. Сейчас я покажу, как он в единую эту выглядит. Вот. Отсвечет. В общем, ZTE Blade 20 смарт. Что меня привлекло в нем, это память внутренняя 4 гигабайта. А, не внутренняя, оперативная. Оперативная. Оперативная 4 гигабайта и внутренняя 128. Так что, честно говоря, довольно. Три камеры. Фронталка 8 пикселей, мегапикселей. Надо будет попробовать прямой эфир сделать, как она будет брать. Проверим. Попробуем. В общем, я с телефоном. Но я еще до сих пор не могу к себе прийти после этого события. И пришлось взять мне телефон-то не за 5, не за 6, а за 10. С половиной. Почти за 11. Почти за 10, 420. А. Да, тебе же скидку сделал, я забыл. Угу. И вот я что-то, хоть и новый, а я по старому скучаю. Мне прям так его жалко. Все дело в батарее. Казалось, можно в ремонт. Там батарея летая. У меня сейчас все литые идут. Между прочим, и у дорогих тоже. Бесполезно. Так что, теперь я со связью и с новым телефоном. Ура, ура, ура. Довольно. А то прям как без рук. Сразу без телефона. Никуда не выйдешь и ничего и никак. Сразу настроение погасло. Сразу с настроением и все. Вот, наверное, мне отголоски. Вот эти. Вот. Вон у меня, например. Что у тебя? Нокиа XL. С 14-го года. С конца ноября. Со съемным аккумулятором. И до сих пор работают. Так у меня тоже Нокиа 25 или там какая, я не знаю. 12-го года. 8 лет уже. Да и больше телефона. А у тебя тут не сенсорный. Сенсорный у меня с кнопочкой. Надо для звонков вообще нормально. Который только сенсор имеет внизу, право-лево, да? Там только... Ответить. Вызов, да. А на всем-то экране-то, нет? Ну да. У меня тоже. Я хочу сказать, что он у меня 8-летний. И заряд он держит 2 недели. И ничего. Нормально. Правда, я интернетом с него не пользуюсь. Там интернет... Такой. И пока у меня интернета не было, чтобы себя успокоить, я начала вязать корову. Сейчас покажу. Она еще у меня не совсем готова. Осталось ей еще волосики сделать, морду утянуть, рот сделать. Так она вот такая. Хе-хе-хе-хе. И это что такое? Ой, шуба. Ой. В общем, вот такая коровка получается. Она может сидеть. Вот сидит. В общем, осталось ей волосы сделать и морду оформить утяжки. Ну, а в общем-то... А хвост еще без хвоста. Вот такое вот чудо. Телезрители, здравствуйте. М-м-м-м-м-м... Ну, бывает, она ходит на меня, вот видите. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что делать? Артист-кукольник. Ну, что куда там? В прошлом. Угу. Вот такая корова. Мне кажется, неплохо получилось. А я еще тут ботиночки-бантики приделаю. А пряжа это плюшевая, такая плюшка, она мягкая-мягкая, такая прям, ууу, хорошая, ууу, ладно, отдыхай, мне надо кушать, вот, хвалилась, хорошо, хорошо, ммм, прям с удовольствием, шубу ем, я шнур уж не с удовольствием. Хоть мы ее едим с тобой каждые две недели, что-то я хлопаю по чуть-чуть, а это решили, тазик сделаем, найдимся, потом прогулочка, потому что калории надо потратить, это же энергетические бомбы. Обязательно. Вообще, взяли за привычку каждый день перед сном прогулочка. Костя размять. Молодые. Что, хорош, что пил? Да так себе. Мне кажется, сколько ты ни брал, не все какие-то это, давай я выкину. Да не в той. Все какие-то одинаковые. Что ж поделаешь, если бы советское бы пиво, вот это бы, да. Советское что, было колос, донкулевское. Ячменный колос, цемлянское было. А это же там, южное, донское. Да в то время всего, по всему Советскому Союзу, только было 5 или 7 фитзаводов. А у меня лучшее пиво, это молоко. Ну как? Я вот этого хочу. Что, это даже не видно, как я молоко наливаю? Ну, теперь видно. Так, гречет вообще какая-то это, не такая, не то всю, рассеянность полная. Ай, холодает еще тут, вон, ветер какой-то холодный на улице появился. Все. Одни причины. Хорошо, когда все это есть. Этому надо радоваться. А я что, можете все ли? Я, как не такая. Вофиг знает. Все мы не такие. Бываем, да? Да. Раньше все-таки поджубы делали на Новый год, на день рождения. Да? А сейчас захотели, сделали. По поводу и без повода. Раньше она как-то праздничнее считалась. А сейчас хочется в душе праздника. Делаем все-таки поджубы. Вот и праздник. Сами себе. Делаем праздник. Чем мы тут занимаемся домашними делами? Обувь перебирали. Зимний, осенний. Оказывается. Обувь еще раскопали, о которой и не знали. В общем, мне кажется, это надо у всех каждую весну и осень. Присходит знакомство, что где лежит, в каком шкафу. Это да. Чтобы одеваться, утепляться. Приходит время. Скоро холода, через два месяца Новый год. Коньки я свои там нашла. Их надо будет подточить. В парке должны прудик сделать. Там в такой виде бесконечности знака. Вот. Буду зимой ходить кататься. Не удивляйтесь, я катаюсь на коньках. Не смотрю, потому что я такая большая. А я, наверное, откатался. Ну, ты как коленку-то повернул неудачно. Все. С тех пор он на коньках не катается. Да. Ни на коньках, ни на лыжах. Только на санках, да? Только на санках. Каких санках? Да я уж смеюсь. Ну, что-то, как-то, серьезно. На каких санках? На салазках. На санях еще, скажи. Не приготовьте нам завтра голубцы. Что-то все хотели, а что-то все никак не созреет. Да-да. Кстати, нам тут предложили челлендж. 200 пельменей. Слушай. На двоих. 200 или по 200? Нет, 200. 200. И, если мы справимся, нам пообещали тысячу задонатить. Вот. На первый взгляд кажется, как это все заманчиво. В другой стране, в детстве у меня было лет 7. Ну, 7, 8, 9, еще мало уже. Я пельмени кушала большое количество. Не поверьте, ребенок кушал пельмени по 100 штук, по 150. То есть, сейчас я могу их сколько скушать. Ты что, как в той сказке глиняный паренек? Да, меня не называли глиняным пареньком. Просто пельмени это мое любимое такое блюдо, которое я могу кушать, кушать, кушать бесконечно. Но, так как сейчас я стараюсь больно-то не обжираться, как-то более-менее. Подумали мы и решили. И решили. Надо ли нам это? Да. Дело даже не в деньгах. Пусть даже, допустим, за эти же пельмени там не тысячи, пусть пять тысяч, десять, пятнадцать. Не. Не двадцать, не тридцать, не сорок. Полмиллиона. Нет? Ха-ха-ха-ха. Не буду есть за деньги ничего. Правильно. Ни к чему это все. Ни к чему. Так что. Пардон. Не кушаем. Вот так чисто. Перекусить. Да. Поболтать. Поделиться с вами происходящим. В основном. Кстати, знаешь, что я интересовалась? Что? Ну, просто так смотрела, бывает соревнования. Люди едят. Кто на время, кто быстрее. Оказывается, если скушать двести сорок два с половиной пельменя, то может произойти разрыв желудка. Да. Но только при ударе, если стукнуть еще, то он может разлететься. Это уж такой опыт проводили. Серьезно. Интересно. Так что много кушать нежелательно. Кто-то такие опыты проводит. Да я не знаю. Это что-то мне так попало случайно. Двести сорок чем-то пельменей. Это в желудке. И плюс удар, то он разлетается. Лопается. Страх. Какой? Ты что, какие-то страхи рассказываешь? Ну, скажи, что-нибудь не страх. Раз я что-то не то говорю. Хорошо. Подумали бы и решили, что не стоит. Не стоит не будет. Хотя, скушать это я могу. Потому что, поэтому я такая эта, маленькая, в детстве-то. в гостях-то я тогда поела пельменей. Малечка еще. Ну-ну-ну, расскажи, расскажи. Да я уж рассказывала. Если кто-то там смотрит первый раз нас. Или недавно. в детстве в гости мы пришли в армянскую семью. Потому что тортик и выпечка, всего много вкусного. А я ребенок. Я туда шла только из-за того, чтобы тортик покушать. Выпечку очень люблю. А пришла, смотрю на столе, тортика-то нету. Думаю, ну вот, расстроилась. Ну, а там были мои любимые пельмени. Вот хозяйка-то мне варила. Восемь раз. Пельмени. Я все ем, 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 ем. Думаю, хоть наесться. Пельмени раз тортик нету. Уже сижу, уже не могу, а все равно ем. Думаю, хоть пельмени объемся. Да, там надо было не 200, а больше. Там много было. Маша, кушай, кушай, пусть кушает раз хочет. И каково мое разочарование было, когда вот эти пельмени все я покушал, все тут стало убрали и принесли торт. Я прям заплакала. Потому что мне так хотелось тортика, а у меня уже места не было. А что интересно, у меня эти пельмени не попретили нисколько. Обычно что-то покушаешь, переешь и больше не хочешь. А это я поела. И ничего, мне их потом еще с удовольствием. Мне мама всегда там по 70-80 штук варила. Вот в детстве. Я их очень прям с удовольствием. 78 штук это... Это в детстве. Просто без бульона. Представляете, сколько сейчас. Так что... Это же ужас. Ужас. И сейчас я тоже в них меры не знаю. сварить-то варить. Жареные тоже пельмени люблю жарю. Вообще. Они даже мне напоминают, как эти... Минны-чебуреки. С удовольствием, между прочим. Так что так. А мы селедочку под шубочкой едем. Что ни говори, это праздничный салат. Его, конечно, под другое едят, но... А мы просто так. А мы просто так. А вы делали раньше? Угу. Только почему-то... Моя семья. Что-то я как-то неправильно делаю. Прямо. Вот слои накладывают. А майонезом мажут только сверху. Оказывается, это неправильно. Это знаешь, по-разному. Думают, пропитается. И я... Начиная со школьного возраста... Я ее есть вообще не мог. Она, кажется, была сухая. В горло не лезла. Сейчас сама пролетает. Да. Потом, когда узнал меня, она стала лезть в горло. Да. Я вот сначала отказывался. Вначале ты же отказывался. Я угощался с Ледкой по шубам. Не, я не буду, я не хочу, я не люблю. Думаю, странно. Такой салат, как не любить, не есть. Угу. Потом-то как-то все-таки попробовал. И все. Ну, с тех пор. Любит. Угу. Ну, я овощи не режу. Я через терочку пропускаю овощи. У меня картошка через крупную терку. А, нет, через мелкую терку. Яйцо крупная терка. Морковка. Мелкая, свекла. Крупная. Яблоко я не добавляю. Я почему-то считаю, что оно лишнее. Это яблоко. Ну, кому нравится вкус-то этот яблок? Считаю, что ни к чему. Ты как думаешь? Я тоже так думаю. Это будет лишнее. Обходимся без яблок. Со шпротами тоже не делаем. Обязательно только, чтобы селедочка была. Нет. Из консервов тоже делают. Тоже нет. Как говорят, что то из шпрот, то из консервов. А что, шпрот-то это не консервы? Ну, консервы. А что больше? Ну, нет, наверное. Нет. А что это ты не будешь, что-то? Кажется, найдется. Прям сама идет. А что там надо? Что-то осталось. Селедки-то сколько много. Я уже затрунтую сцену такую представляю. Какую? Утром ты сцену представляешь. Ну, скажи. Говорю. Ну. Мой адрес что-то опять? Не успеваю еще проснуться. Она уже сидит за столом и кушает. Мне кажется, плохо. Даже не дожидаюсь, пока я проснусь. Ага. А если ты до 10 спишь, а мне уже в 7 часов есть, а кота. Что ж теперь? Да. Обожать-то хочется. Ты так не похудеешь, да? Хочешь что сказать? Да что я не хочу сказать? Ну, я что сделаю? Я тебе хочу кушать. Так что так вот. Слабость небольшая есть. Ну, не так все просто. Да. Не так просто. Нет. Тут простого ничего. Там селедки-то, наверное, на гребе побольше-то. В смысле на гребе? Я ее не ем. Вообще не ешь. Я овощи только люблю. Чего ты ходи, только овощи ходи. Селедку не есть. Это вообще... Мы все ширину. Что, придется остановить, раз ты перестал есть. Я боюсь телезрителей будут в шоке, но она и жрёт, больше мужика жрёт, ну и женщина. Телезритель должен быть всегда довольна. Это же нехорошо. Чего-чего, а это да. Сейчас покажу, сколько мы съели-то. Ну мы это, не знаю, половиночку, наверное. Одну треть. О, оселили. А это вам съезжает. Да не съедет. Чего тут съезжать-то? Да. Тут съезжать-то нечего. Завтра это, она далеко-то там не уедет, не съедет. Во-во-во, вот. Такая красота у нас сегодня. Так что так вот. Ну что? Будем прощаться, да. Да, вроде поели. Как всегда ненадолго. Надеюсь, и вы с нами тоже. Да, перекусили. Как всегда ненадолго прощаемся. До новых встреч, до скорых встреч. Сильно не скучайте. Скоро появимся. Пока. Пока. Всем пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok